кирекский язык сейчас к сожалению классифицируется как мертвый это язык киреков ранее они жили по всему побережью у него было само название именно приморские люди откуда слова киреки взято вообще непонятно они сами себя звали анкала ханку то есть люди которые моря живут ну вот то есть они были как обычно то есть рыболовы охотились на морского зверя и так далее как обычно племена вот эти севера сибири в принципе они всегда были малочисленные и практически полностью в настоящее время слились с чукчами в девяносто первом году считается что три человека которого говорила на кирекском и сейчас он считается мертвым от википедии проставлен мертвый хотя по переписи 2010 года 10 человек заявила что владеет кирекским непонятно не проверили насколько они владеют они просто на переписи так сказал он действительно родственник довольно чукотскому но имеет сильно своеобразие в грамматике и в лексике нет никаких записей без письменный язык фольклор фиксировали более-менее ученые какие-то фрагменты текстов собственной письменности нет пользовались чукотской если осваивали грамоту вот сведения о фонетике в данном случае не видит таблица такие краткие ну и в общем упростилась там сильно в кирекском система гласных в результате нет сингармонизма не из чего делать всего четыре классные согласные примерно как в чукотском на самом деле при сочетании согласных вставляется вот этот неясный звук вот так вот муку то есть такой нейтральный звук он вставляется когда надо сочетание согласных разбавить агглютинативный язык или агглютинирующий сейчас еще говорят и во всех отношениях походит на чукотске тоже пять классов предикативов о чем ранее рассказывал инкорпорация ну вот число в кирекском то есть двойственное число суффикс т который в чукотском стал общего универсальным суффиксом и двойственное множество да а у кирека сохранился старый видимо суффикс множественного числа q то есть в чукотском совпали эти два числа и остался только суффикс т предикативы вот допустим предикатив быть прикатив типа быть он может быть и от того что мы воспринимаем как прилагательное но предлагательных нет чукотско-камчатских и от глагола и от существительного данном случае я наше говорю представление на самом деле предикатив может быть вот от любого понятия и это отдельная совершенно часть речи в чукотско-камчатских логика этих языков другая но 5 типов продикативов как в чукотском глаголы тоже могут быть моноперсональные полиперсональные тоже если глагол предполагает какой-то объект допустим беру что-то да я беру что-то просто я беру невозможно нужно всегда что-то брать тогда глагол этот объект составляется отдельными показателями показатели лица объекта и показатели лица субъекта одновременно глаголе присутствует что касается времени вот табличка то есть первая здесь позиция обозначает время допустим q это настоящее время вторая позиция обозначает вид с помощью двух вот этих показателей образуются все времена которых ну не так уже и много но и немало довольно развитой с этой точки зрения чистая форма это императив ну как и в алтайских допустим падежи агглютинативные довольно такие достаточно много их аргатив есть а вот базовая табличка кстати что интересно есть показатель также единственного числа обычно во всех языках единственное число не имеет показателя вот в чукотска корякских может такое быть вот в кирекском допустим тоже есть этот показатель именно единственного числа и различается количество коллективная единичная определенность и коллективная определенность вот что в зависимости от уровня определенности будет будут разные показатели некоторых падежей допустим ирогативные местные исходные направительные притяжательные формы точно также есть отрицание циркумфлексом то есть приставка и суффиксом одновременно но это тоже говорил что это есть чукотска корякских словообразование как правило аффиксами то есть различным показателями после корня которые вставляются и широко распространенная корпорация вот примеры простейшего синтаксис он зависит именно от того в центре моноперсональный глагол или полиперсональный поэтому это различают двучленную конструкцию трехчленную ирогатив и заметим то есть ирогативный падеж есть как правило все инкорпорируется все что относится к определением какого-то понятия все вставляется в одно и то же слово делают одно большое слово которое оформляется едиными грамматическими показателями то есть она во всех отношениях выглядит именно как слово и в плане ударения и в плане показателей вот именно как слова она выглядит поэтому длительно спорили о природе этих языков пытались их выделить как отдельный класс сейчас в общем считаются все равно будете нативными а инкорпорацию в синтаксис помещают есть союзы что касается лексики вот тут у меня в источнике в языках мира написано что примерно четверть слов собственные то есть от чукотского языка примерно на 25 процентов отличия остальные 75 процентов примерно как чукотском но за исключением того что упростили согласно естественно русских соимствования оригинально мало было но то что зафиксирован в двадцатом веке фактически уже смесь кирекского и русского в этих текстах поздних текстах естественно много русских слов потому что фактически язык уже вымирал они переходили на русский либо чукотский